Диалог в студии 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 общественное телевидение и радио. По части трех добрать наблюдательный совет так давно нужно было добрать, там у нас 6 человек. Это, опять же, было спопустительство исполнительного комитета, на что на работу влиял негласно Башкан Гагаузии и согласовано было с бывшими спикерами, группой депутатов, которые просто заморозили эту проблему до сегодняшнего дня. Оно должно быть докомплектовано и наблюдательный совет должен работать и координировать действия всей телерадиокомпании. Повторюсь, на принципах независимости и самостоятельности Народное Собрание ни любой другой орган не должен вмешиваться в деятельность данной компании. Но отчитываться должны? Безусловно. Вы будете требовать этот отчет? Безусловно. Вы заявили о том, что законопроект о бюджете на текущий год представлен в шифрованном виде, а цифры в нем раздуты. По сути, картина не нова, однако бюджет принимается. Можно может ли сказать о том, что все-таки следует ужесточить контроль над исполнением? И Вы также назвали, что принятие бюджета 2021 года это преступный. Но по части принятия бюджета на 2021 год, если помните, мы много обсуждали эту проблему и на комиссиях, в большей степени на заседании. Много, долго и скандально. Именно акценты, я озвучил неоднократно, акценты делались на то, что на незаконные действия со стороны исполнителей бюджета и подготовителей бюджета, я имею в виду исполнительный комитет. То есть, игнорировались своими незаконными действиями. Почему называли его преступным? Потому что там были ряд законов, даже вот по питанию детей, там освещенные села, то есть, освещение сел, вот в принятии того закона на 2021 год, эти законы были как бы убраны в сторону. Опять же, незаконными методами. И фактически в этот бюджет был заложен дефицит. Вот сколько мы над этим бились, понимая, что через эту преграду им не пройти, раздули, исполнительный комитет раздули доходы, которых не было, для того, чтобы показать им общество, дескать, что вот у нас бездефицитный бюджет. В итоге, за счет того, что были завышены ожидания, в этом бюджете для исполкома были открыты двери для финансирования тех направлений, которые были выгодны им. Вот, к примеру, поддержка сельхозпредпринимателей, поддержка развития бизнеса, я уже назвал, значит, питание детей и так далее, они их не финансировали. Просто вот выборочно, поскольку денег не хватало. А по закону, закон требует четко, чтобы расходы нужно регламентировать с доходами, они должны соответствовать. Ну, коль бездефицитный бюджет, это предполагает. разница была, ну, на уровне, наверное, 200-250 миллионов. Вот в этом вся была проблема. Мы сейчас, на сегодняшний день, по части, вначале вы задали вопрос о том, чтобы в шифровном виде, мы получили, вот, начали рассматривать на слушании буквально на днях. А вы сами когда приступили лично к изучению этого документа? я где-то в феврале месяце, когда уже утвердился. Я смотрел так, поверхностно, но начал изучать его в феврале месяце, поскольку не было понятно, когда у нас сформулируется вот орган. И на запросы, на конкретные запросы, я так ответа не получил. Начальник управления финансов Дойчева лукавила на слушаниях и сказала, что, дескать, нужно там чуть не тысячи документов. Хотя я четко запрашивал исполнение бюджета, то есть мы получили в документах за 9 месяцев, мы не знаем, сколько фактически было собрано доходов за весь год, то есть за 3 месяца оставшиеся, мы не знаем, сколько было расходов сделано, куда были направлены расходы, и не знаем четко по основным позициям, где у нас задолженности возникли и где не исполнено. То есть вот в таком закрытом виде нам опять же навязывали принять бюджет, поэтому я вот четко называю, что он в шифрованном виде. Нужно раскрывать, если депутаты не понимают сути по существу принятия бюджета, да, вот принятия данного закона, то как общество может вообще понимать в том, что там происходит. — Кстати, цифры, касающиеся бюджета общественной компании ГРТ абсолютно не раздута. Вы не задавались и вопросами, изучая документы, почему бюджет остался на уровне прошлого года, учитывая космический рост цен? — Ну, я не называл, что эта цифра раздутая. — Я имею в виду конкретно по ГРТ. — Так, именно, я по ГРТ. — Вы говорили в целом, что раздутая. — Я в целом говорю. Само предложение по цифре, да, вот там примерно 6,5 миллионов на телекомпанию, это предложение исполнительного комитета. Мы еще не приступили к рассмотрению вопроса по существу. только было публичное слушание, были озвучены ряд концептуальных предложений для того, чтобы понимать, как мы вообще будем двигаться. Со своей стороны я дал предложение и буду настаивать, объективно убеждая своих коллег, чтобы поддерживали, первое, сократить штат исполнительного комитета. Структуру исполнительного комитета утверждает Народное собрание. Там очень раздуты из штата. Нам не нужно иметь там 15-17 управлений. Нам достаточно половины. Дальше в этих управлениях по 20-22 человека. Там достаточно по 7-9 человек. Итого много. Районных администраций, которые, в общем-то, дублируют деятельность исполнительного комитета, в каждых районах чуть ли не там по 30-35 человек. Вот здесь нам нужно навести порядок, сэкономить на порядок, я думаю, миллионов 40 можно сэкономить только на этих расходах и направить их на социальные проекты, может быть, направить на компенсацию жителям за отопительный период либо там за погашение вот этих высоких ценных энергоносителей. Нужно эффективно и по-хозяйски подходить по всем этим вопросам. И для принятия бюджета, вот как вы сказали, по существу мы еще не пришли. Нужно разобраться, в первую очередь, считаю, что с аппаратами исполнительного комитета. если депутаты согласятся, мы утвердим более правильную структуру, то есть с меньшим количеством, с меньшим количеством людей, потому что там вакантные места есть, но физически, наверное, половины этих людей нет. То есть, кто-то получает зарплаты, там, по две, по три зарплаты. В этом проблема. И эти показатели лягут в основу принятия закона о бюджете по существу. И когда мы подойдем к вопросу именно общественной радиокомпании, то было бы неплохо, чтобы, наверное, пригласили специалистов с вашей структурой, для того, чтобы они объективно тоже убеждали, что этой суммы мало, либо много, для того, чтобы мы понимали, как поступить. Но предварительные шаги, возможно, вы должны понимать, что бюджет все-таки должен быть увеличен, потому как рост цен на тарифы. Я не против. Как раз во второй комиссии я состою в комиссии по бюджету и комиссии по юридическим вопросам и по СМИ. Вот, пожалуйста, приглашаем вас в комиссию, юридическую комиссию, там, где мы обсуждаем вопросы и по СМИ, чтобы в комиссиях раньше времени обсудить, чтобы мы могли, если вы нас убеждаете в том, что нужно увеличить, чтобы мы выходили с этими инициативами к депутатам. Сергей Константинович, учитывая, что вы говорили о том, чтобы сокращать, и не только вы, ваши коллеги, также за то, чтобы сократить численность аппарата исполкома Гагаузии, ну, возможно, это надо сделать не только там, но и в народном собрании Гагаузии, как вы считаете? Я думаю, что да, наверное, но там в народном собрании у нас в общей сложности весь аппарат насчитывает порядка 30 человек. Управление делами, то есть в одном управлении делами Башкана 46 человек. Если сосчитать вместе с исполнительным комитетом, с районными администрациями, то выходит больше 300 человек. Нам не нужно столько управленцев, чем они управляют, кем они управляют, если людей у нас не осталось. Ведь мы их содержим же не воздухом же, а деньгами же, нашими налогами. И обратите внимание, вот на слушаниях позиция была Олеся Тонусогл, заместитель главы Гагаузии. Она говорит, что вы предлагаете сократить, а куда мы этих людей денем? Выкинем на улицу? То есть они рассматривают такой порядок, что посредством наших налогов нужно содержать ненужных людей ради того, чтобы они просто не остались без работы. То есть люди покидают свои дома, ездят на заработки, платят оттуда деньги, привозят, пытаются что-то здесь делать, платят налоги для того, чтобы содержать армию ненужных чиновников. Вот их вот такая мысль. Конечно, с этим нельзя согласиться. Каждый должен у себя работать и быть эффективным, полезным для общества. Скажите, Сергей Константинович, учитывая, что вы уже не первый раз, не первый год, что называется, в составе Народного собрания ГГОЗа, это ваш третий, четвертый даже уже, да, мандат, получается, что всегда вот так вот закон принимается и контроля далее как такового не особенно нет, скажем так. Что для этого надо на ваш взгляд? Как все-таки должен быть все-таки контроль и кто его должен осуществлять, кроме как счетной палаты? В первую очередь, смотрите, чтобы прийти к контролю, нам нужно рассматривать и выбирать людей, утверждать людей порядочных и чистоплотных, которые будут преследовать не собственные шкурные интересы, не будут рассматривать обогащение за счет налогов, за счет воровства, хищения народных денег, а будут служить интересам народа. Вот, если в этих подходах у нас будет изменено существенно структурно, то проще будут контролировать. А то, что вы, вот вы сейчас говорите по части контроля, вроде бы счетная палата контролирует, вроде бы делает какие-то проверки, но мы очень четко понимаем одну простую вещь, одну простую вещь, что в Молдове вот так сложилось, такая система сложилась, что человек, вот, примеры, чиновника, да, ну, он может, он может не откупиться за деньги, за махинации, за хищение, предположим, но он может откупиться за большие деньги. В этом вся проблема. И получается, действует принцип рука, руку моет. Не бездействует прокуратура, бездействует счетная палата. Вот, власти меняются, заявляют о приоритетах, заявляют о том, что они будут бороться с коррупцией, а на деле мы ничего не видим. По крайней мере, на сегодняшний день мы пока ничего существенного не видим, никаких изменений. Я хотел бы, чтобы власти Молдовы тоже об этом услышали, потому что мы пытаемся здесь в рамках Народного собрания, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, осуществлять тот контроль без документов практически, но у нас нет доступа ко всей информации, у нас нет компетенции по контролю, я имею в виду по инспекции и так далее, а есть достаточно очень много структур сегодня созданных фискальных, которые обязаны исполнять это все, но они не работают. Но вы настаиваете на проведении аудита в Гагаузии. Безусловно. Об этом вы говорили на публичных слушаниях. Что это даст? Ведь сколько раз проводили, выявляли нарушения, где крупные, где не очень, а какие будут после этого последствия? Я вам прежде ответил на ваш вопрос. Хотелось бы, чтобы был контроль, проверили не просто по штатам, вот предположим, у нас сегодня 7,5 тысяч человек примерно в бюджетной сфере, 5 лет назад было их 6,5, более чем на тысячу мест у нас увеличилось, где непонятно, людей уменьшилось. То есть не просто штаты, которые приписывают, они есть, собственно говоря, эти вакантные места, но физически нужно проконтролировать. Да, они заявляют, сегодня исполнительный комитет, что в системе образования у нас столько-то, там у нас уходит порядка 350 миллионов. На образование? Да, на образование. Мы не знаем фактическое количество людей в этих учреждениях, мы не знаем фактическое количество в исполкоме, мы не знаем фактическое количество в районных администрациях, так вот тут нужно провести контроль по фактическим этим людям, там нужно провести, потому что по принципу, как если до сих пор было, будет действовать, рука руку моет, ничего не изменится. Я поняла ход ваших мыслей, Сергей, я имею в виду вот как будет задействован аппарат народного собрания ГАГОЗИ в этом аудите, в этой проверке? Ну, я сказал вам, аппарат народного собрания не обладает компетенцией по контролю, мы лишь требуем по закону, чтобы они отчитывались в пределах вот закона, в той форме, в которой, например, предписывает закон, то есть то, что мы видим, там, где возникают вопросы, мы предоставляем запросы, запрашиваем тульную информацию, если видим или у нас есть предположение о каких-то нарушениях, направляем фискальные структуры, которые обладают компетенцией, но дальше мертво, вот чем вся проблема. А у нас есть вопрос на электронной почте, здравствуйте, у меня такой вопрос, а зачем ГРТ нужен наблюдательный совет? Они же должны быть вроде как представительным органом, мостиком, а если они не выполняют свою основную задачу, может этот орган вовсе ликвидировать? Спасибо. Ну, наблюдательный совет, это и есть, собственно, представительный орган. Детали, как работает, это уже дело техники, тут как раз наблюдательный совет под контролем в народном собрании, вот я думаю, что в первую очередь должны отчитываться, докладывать наши комиссии, где мы должны прослеживать деятельность наблюдательного совета. Но вы в этот раз будете как-то четче отслеживать их действия, действия этого органа, наблюдательного совета, коль он будет в таком полном составе, из девяти человек. Как вам сказать, для того, чтобы мы воздействовали даже на деятельность наблюдательного совета, для того, чтобы народное собрание воздействовало и возымели успехи в наших, значит, ну, натугах, скажем так, потугах, по отношению к исполнительному комитету, нужно, чтобы было большинство депутатов народного собрания. Вот если мы будем получать вот поддержку стороны депутатов, а то и самоподавляющего большинства, то тогда, конечно, перемены будут. Если же депутаты будут играть и начнут там воевать с друг другом, то возможно, что на этих противоречиях мы многого можем не добиться. Проект закон о бюджете на 21-й год, да, мы о нем немножко упомянули, стал сам таким скандальным и долгоиграющим вообще в истории принятия документов в народном собрании. Каким вы видите принятие бюджета на текущий год? Мы не спешим его принимать. Я уже сказал, разобраться нужно со структурой и составом исполнительного комитета, для того, потому что это тоже будет зависеть, как будет финансирование. У депутатов, и у меня тоже есть, у ряда депутатов, есть предложения и замечания. Мы хотим, чтобы их, то есть, кто готовит их пока в устной форме, кто в письменной форме, чтобы исполнительный комитет их принимал во внимание и учитывал. И если будет достигнут какой-то консенсус, то тогда он будет принят, ну, я думаю, что в течение ближайшего месяца, наверное. Мы предполагаем, что тянуть нет смысла, но мы должны разобраться и по существу, по каждой статье, по расходам и по доходам для того, чтобы у нас был правильный бюджет. Благодарю. А теперь наденьте наушники. Сергей Константинович, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры, Ваши вопросы. У меня такой вопрос к Сергею, не знаю, по отчеству. Константиновичу. Константинович, значит, я пенсионерка. Нам за 2021 год Ирина Влах еще должна за два месяца по 125 лей. Значит, глухо, как в танке. Уже идет сообщение, что за 2022 год, за январь она должна дать. Она что может дать за январь этого года, а те остальные деньги куда уйдут? Спасибо. Сколько люди могут добиваться? Спасибо за вопрос. Спасибо. Это касательно программ. Я понял. Социальных программ. Социальных программ за отопление. И вот женщина правильно задала вопрос. Таких людей очень много, которые не получали. И не только за один месяц. Очень много людей, молодых мам, жалуются на то, что не получают субсидии по рождению ребенка, потом на питание детей и так далее. Вот на социальные программы у нас примерно бюджет запланирован 83 миллиона. Примерно такой же порядок суммы, как был в прошлом году. И вот я обозначил свою позицию участия на публичных слушаниях, что там тоже собака зарыта. Мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, сколько фактически они оттуда расходуют. Потому что исполнительный комитет распределяет на свое усмотрение. И вот эта проблема не закончится, пока мы там не наведем порядок. И у меня возникло предложение, ну простое предложение. Потом мы в тот день после слушания встречались с примарами. Я предложил и буду настаивать, чтобы социальные программы в том числе и программы капитального строительства, даже регионального развития, которыми управляет исполнительный комитет, передавать местным органам властям. Чтобы они примарии на местах исполняли. И они же, безусловно, будут отвечать за все. Если мы говорим за отопительный период, если мы говорим за рождение ребенка или кормление детей, даже если мы говорим по региональным проектам, там, где должны быть строительным проектам, там, где должны быть задействованы специалисты, которых нет на местах, то нужно привлекать этих специалистов, но все исполнение должны передавать на откуп примариям, чтобы они вместе с советниками участвовали, организовывали тендеры, контролировали все работы и, соответственно, несли ответственность. Тогда у нас будет порядок. Но вы говорили с примарами, они согласны? Конечно, согласны. Конечно, согласны. Если примар встает и говорит, что он примар города, а, значит, районный администратор какие-то социальные выплаты решает, примар города вообще как бы не при делах. Это неправильно. Нам нужно от этих прокладки убрать. Прокладку воздействия на людей, управляя деньгами, исполкома районных администраций нужно убрать, передать местным органам властям, для того, чтобы они там контролировали по закону, организовывали все и отвечали за все. Тогда, предположим, в одном населенном пункте люди получили, они могут вывесить списки, что угодно, то есть люди на месте, доступно, кто не получил, он может пойти к примару, разобраться, почему мы не выплатили. А так, третий этаж исполком, люди с населенных пунктов не могут разобраться все-таки, где же правда, почему дает, почему не дает. Ну, возможно, имеет место быть такому раскладу, но его надо все-таки тоже декоризировать. Почему вы говорите возможно? Это как раз принцип децентрализации. Нет, его надо разработать. Нет, это принцип децентрализации, он действует по всей Молдове. Почему? Сегодня правительство все эти расходы перекидывает местным органам властям, то есть мы берем Бессарабку, Чемышли, там примары имеют больше автономии, больше власти в управлении распределением деньгами. А у нас в Гагузии, они ущемлены, потому что исполнительный комитет, там, где более жирные куски, распределяет сам. Почему у нас по объектам капитального строительства участвуют какие-то темные кишиневские фирмы, о которых никто не знает. Они участвуют, они выигрывают тендеры. Почему у нас местные органы власти, у нас везде в населенных пунктах есть советники, есть примары, пусть они организовывают на открытой основе и учитывают интерес еще к Гагузской специфике, чтобы наши Гагузские компании имели приоритет участвовать в этих строительных проектах. Они наблюдали со стороны, как это происходит. И тогда контроль более чем лучше будет, нежели в данном случае. Потому что вот столкнулись, и я столкнулся и проводил, скажем так, свой аудит по Гайдарской дороге, хочу напомнить вам. И в 19-м году это осуществлялось на 2 километра потратили более 20 миллионов. Сейчас исполнительный комитет, вот буквально на днях была информация, что в прошлом году и в этом году рассматривают в общей сложности где-то 17 миллионов на дорогу участок над Жалтай, при том, что там больше 7 километров. Сразу перекос очевиден, контраст очевиден, что на тот участок были завышены все расходы. И ведь не только этот проект. Поэтому для того, чтобы мы делали более-менее все это правильно, нужен контроль. И в этом случае я считаю, что местные органы намного удачнее и успешнее с этим справятся. Давайте выслушаем еще один вопрос от нашего собеседника. Здравствуйте. Здравствуйте. Кангас, Статов, Кирилл Кириллович. Добро пожаловать, Кирилл Кириллович. Сергей Касантинович. Здравствуйте. Значит, я всегда говорил, еще и сегодня вам напомню, что у нас неверно избираются советники сел, городов. Надо изменить правила избрания советников. Потому что у нас раньше избрались по микрорайонам, сейчас хортом, селом избираются, якобы все стремятся к селу. Это не так. Значит, я вот беру по Кангасу, у нас смотрите, что за совет. А после мы ахаем, чухаемся, почему у нас такое безобразие творится. Это основа фундамент. Поэтому я прошу вас внести в избирательные органы о избрании советников сел, городов по микрорайонам. Спасибо. Я услышал вас. Спасибо. Ваше предложение, Кирилл Иванович, оно правильное и справедливое. Я хочу лишь вам заметить следующее, что в планах у нас есть изменения в избирательный кодекс, это касательно избрания депутатов народного собрания, но в этом кодексе у нас есть избрание и местных органов властей, есть проведение референдума избрания главы Гагузи. Поэтому когда мы приступим, я думаю, что сейчас в короткой перспективе наверное нет, с учетом того, что есть более срочные вопросы, когда мы приступим к рассмотрению вопроса изменения в избирательный кодекс, то в том числе и ваши предложения уместны, приглашаем на публичное слушание и других наших жителей для того, чтобы учесть те или иные моменты. Но есть моменты, на которые следует обратить внимание и которые должны быть внесены в избирательный кодекс Гагаузи, потому как прошлые выборы и выборы Башкана показали насколько он все-таки уже несовершенен. Наденьте еще раз наушники, Сергей Константинович есть вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Я хочу Сергею Константиновичу. Сергей Константинович, я одобряю вашу храбрость, но то, что вы говорите вряд ли забьете что-нибудь, потому что рядом с вами сидят лицомеры. Очень много депутатов там лицомеры. Одно только скажи, Леич рядом с вами сидит, он когда голосует, он всегда пытается голосовать за вашей спиной. За вашей спиной он голосует. Он ничего не сделает. Он был прокурором Гагузи, был прокурором района, сколько семей, сколько детей в армии, коллекции, никаких мер не было. Но давайте говорить о конкретном, вернее, не говорить о человеке в третьем лице. Вот. То, что вы выступаете хорошо, то добьется, может, добьетесь, но много линеймеров рядом с вами сидят, и вряд ли вас что-нибудь добьетесь. Вот в чем дело. Я понял. Вот такая вот позиция нашего слушателя. Ну, вы знаете, вытекает вот такая позиция, не просто, я сейчас не буду конкретизировать на коллегах, люди разочарованы во власти. В целом, да. Да, в целом, потому что есть много обмана, есть много несправедливых подходов, и то, что касается выборов, мы часто видим, насколько действует принцип подкупа, обмана и так далее, что, по сути, влияет на качество. Я лишь могу сказать, что, как бы мы не верили в то, что у нас может жизнь измениться к лучшему, мы не можем соглашаться, это моя позиция, не можем соглашаться с тем, что, вот у нас все будет хуже, либо мы там, скажем так, оказались на дне, либо, как некоторые рассуждают, что мы можем падать, то есть наша жизнь, уровень может падать столько, сколько продолжается наша жизнь. Я все-таки считаю, что надо быть более позитивным и стараться что-то делать, в том числе и тем коллегам, которые, в общем-то, может быть, не разобрались, может быть, придерживаться вообще неправильных принципов, убеждать посредством убеждений, их приглашать на, скажем так, за общий стол, для того, чтобы мы все-таки функционировали правильно и создали для людей. Нужно стараться. Но у них своя правда, Сергей Константинович, они уверены в том, что они правы, я имею в виду, вот те, кто, ну, с кем вы не разделяете вашу точку зрения, у них своя правда, у вас своя правда, как тут найти консенсус, безусловно, это сложно, так же, простите, Россия с Украиной вот не нашли. Мы все пришли на эту работу, должность сознательная. И работать коллегиально. Я поэтому говорю о том, что посредством убеждения у нас других методов нет. Наше оружие – это слово. Да, будет это слово верным. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Добрый день. Добрый день. Я Кузнецова Мария Ивановна, мне 90 лет. Я была депутатом более 28 лет. Но сейчас я удивляюсь и предлагаю, чтобы поменять закон о выборах. Как понять, что человек живет в Камраде, родился все, а берет и баллотируется в другом селе? Неужели в этом селе нету своего родненького человека, который, чтобы они могли выдвинуть своего человека? Вы посмотрите. Спасибо, Мария Ивановна. Почти 90% депутаты все по селам баллотируются. Услышал вас, да. Это совершенно неправильно. Я так думаю. Спасибо, Мария Ивановна, за вашу точку зрения. Да, она вполне обоснована. Удивительно, женщине в возрасте 90 лет интересуется политикой. Я думаю, что в Гогозе у нас все. Ну, коль она более 20 лет была также депутатом. Все интересуются политикой. Но вопрос-то правильный. Мы поднимали эту проблему, но не успели ее решить в прошлом кодексе. было предложение установить ценз оседлости. Именно, чтобы человек проживал там 5 лет или 10 лет в том населенном пункте, откуда он может выдвигаться. Думаю, что в этот момент мы опять же к этому вернемся, когда будем носить изменения в кодекс. Вопрос на почте. Сергей Константинович, мне кажется, что предложение со стороны исполкома не сокращать людей в это трудное время, это правильная позиция. А вы как считаете? Вопрос от Ларисы. Ну, мне кажется, я ответил на этот вопрос. Моя позиция принципиальная, что надо сократить количество ненужных людей, потому что они ложатся на наши плечи и направить деньги на социальные проекты и направить на поддержку людей. То есть независимо, что такие трудные времена. Независимо, что есть, пожалуйста, идите работайте. Почему, условно скажем, кто-то должен работать на поле, а кого-то нужно содержать только из тех побуждений, что он государственный чиновник, чтобы он не оказался без работы. Это несправедливо. Если мы содержим человека, мы должны знать, что от него есть польза для общества. Ведь власти, исполнительные власти в большей степени, они же должны оказывать услуги для людей. Получается, что мы содержим их больше, то есть армию людей, ненужных людей. Сергей Константинович, наши слушатели активизировались, и это здорово, потому как интересуются судьбой Гагаузии, судьбой, вернее, деятельностью власти наших. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Константинович, да, слушаю вас. Такой вам вопрос. Вот депутат второго округа, Виктор Николаевич Петров, никуда не выбрали этого человека. Если он первый раз баллотировался, он такой молодой, энергичный, грамотный, и ни в какие эти его не выбрали. Действительно, он баллотировался с Камрада. У него голосов, можно сказать, больше, чем у пяти депутатов, которые баллотировали сел, который не проживает в этом селе. Мария Ивановна правильно сказала. И этот Кирилл Кириллович Статов, кто он такой, какое он имеет право, он один день позвонил и обозвал депутата Пизвивень, Виктор Николаевич Пизвивень. Вот такое слово он сказал. Какое он имеет право, такое. Каждый день он сует свой, ну что он такой, Пизвивень. Он не имеет права, отстанавливать. Хорошо. Спасибо за вашу точку зрения. Кто имеет право, кто не имеет права, наверняка каждый считает, что он прав, и он выражает свою точку зрения, как он считает нужным. Но вот Петрова никуда не выбрали, Сергей Константинович, Да, я хочу сказать, что мы ограничивать в правах никого не можем, воздействовать на кого-то не можем, вот как сказали, Настатова или как фамилия человека. По части Петрова я высказывал свою позицию, что мы вели переговоры, в том числе и с ним, вели неоднократно о том, чтобы создать некий, ну, как он сказать, некий союз, что ли, да, в рамках народного собрания, для того, чтобы нас было там большинство, 25-27 депутатов. Потому что обсуждая с ними, вот я имею в виду группа социалистов, группа Петрова, то мы по принципиальным основным вопросам, по идеям, что касается полномочий, как должно работать народное собрание, как контролировать исполнительный комитет, как, скажем так, бездарно, значит, расходовать деньги исполнительный комитет, по всем этим принципиальным вопросам мы были едины. И я настаивал перед своими коллегами, и их просили о том, чтобы они составили нам, вот мы с ними разделились таким образом, для того, чтобы мы были объединены. Но вот они настаивали на том, чтобы принципиально был их председатель, на этом точка. Вот. Я не против Петрова, более того, я сказал, что двери открыты и для Волконежских, и для Петрова, и для других. Они отказались участвовать, когда распределяли комиссии, профильной комиссии. Но я не вижу больших проблем, есть ли та сторона, они придут, заявят о том, что они желали бы работать в рамках народного собрания, на профессиональной основе. Можно даже какие-то должности добавить, там, 2-3-4. Это не принципиально. Главное, чтобы от этих людей сходила польза. Вот. Поэтому двери открыты. Я думаю, что я сам должности не получил, чувствую себя комфортно, к этому не стремился. А если Виктор Петров желает этого, то милости просим, пусть приходят, я думаю, будем обсуждать. Тем более, Сергей, ваш тезка, Сергей Константинович Захария, предложил, что он может уступить свое место в... Ну, можно, есть у нас комиссии еще, которые, в общем-то, могут функционировать, и, пожалуйста, могут приходить. Вообще, чтобы просто понимали, каждый депутат из 35, ну, сейчас у нас их 33, имеет право работать на профессиональной оплачиваемой основе. Да, наш регламент гласит. Согласна, да. Поэтому, если кто хочет участвовать, хочет работать так, пожалуйста. А еще вопрос, но есть еще и вопрос на почте. Давайте с вопроса по телефону. Алло. Здравствуйте. 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 Я тоже, вот слушаю вас, жительница Камрата. Да. И хочу задать вопрос Сергею Константиновичу. Да, пожалуйста. Сергей Константинович, вот я слушаю, вот женщина до этого звонила, сказала, что вот неправильно, что балансируется он сам в Камрате, с Камрата, какие-то села. Вот там, что у них нету, это самое. Это, во-первых, правильно. Вы говорите, что вы там все делаете правильно. Вот человек, который балансировался с Камрата, он не дал свою кандидатуру в Камрат, а дал там в какое-то село маленькое. Если он чувствует, что он лидер, если он чувствует, что он патриот города, чего он не балансируется в своем городе. Я услышал вас. И вы тут же выдвигаете там вашему руководителю. Это одно. Второе, говорите, что вы не делите этих социалистов, там демократы, не знаю кто. И там Леич тоже, он же человек, знает все законы. зная все вот эти законы, вы от вашей команды берете три человека, а от социалистов и там еще других два человека. И когда чтобы голосовать, с вашей стороны больше, а с этой стороны меньше. В чем вопрос? Вопрос ваш в чем заключается? Если так гласит закон... В том, что несправедливо тоже оккупируйте вот как делала Санду. Ну, это сейчас, по-моему, очень резкое сравнение. Это так. С вашей... Высказываем же... Высказывайте, дайте вот, чтобы... Пожалуйста, мы даем вам это право. Высказывайтесь. но не каждый может выходить, потому что знаете, уже проблема не до горла, а выше горла уже. Согласна, что проблем больше, чем... Люди уже не могут и не знают, что делать, куда деться. Спасибо большое за вашу позицию. Пожалуйста, здоровы будьте. Практически уже отвечали на эти вопросы. Я просто буквально вкратце в двух словах могу сказать. Я не говорил, что мы там все правильно делаем. Я лишь говорю о том, что мы стараемся и будем стараться делать все правильно. И в рамках изменения закона, и по цензу оседлости, о чем мы говорили. То, что там есть какие-то обиды, но я не думаю, что нам нужны... Конечно, мнение людей мы будем учитывать, но насколько справедливо, несправедливо. Там внутри нас избрали. Каждый депутат имеет право голоса, как я, как другой. Я себя не отношу к каким-то привилегированным или к кому-то еще. Я отношу к себе, то есть к тому, к своему статусу, кем я являюсь. Я четко понимаю свои полномочия, свои позиции. Я там участвую, работаю. Ровно то же самое прошу от своих коллег. Приходите, будем обсуждать, решать все вопросы. Вот и все. Вопрос на почте. Здравствуйте, ГГУСКО радио. Здравствуйте, уважаемые гости. Я полностью согласен с мнением Сергея Константиновича, что штат исполкома нужно значительно сокращать и пересмотреть им заработную ведомость. Как у них наглости хватает получать по 20-25 тысяч ле в месяц, не принося при этом никакой пользы, когда рядовой житель выживает на 2-3 тысячи. Спасибо. Тоже вам уже можно сказать частично ответен ваш ответ. Если хотите что-то дополнить, пожалуйста. Ну, что можно тут дополнить? В двух словах можно сказать, что не только, я не знаю, кто этот человек писал, но могу сказать с уверенностью, что большинство, подавляющее большинство наших жителей убеждены в том, что идет несправедливое отношение к ним. То есть люди, работая в реальном секторе экономики, не могут получать работы, а физически не могут получать близкие таких зарплат, как привилегированные люди из полкома получают себе такие зарплаты, на питание деньги получают, талон на питание, топливо и все остальное. То есть вот возникла какая-то каста неприкасаемых, которую нужно, конечно, сбалансировать для того, чтобы прийти к более справедливому решению. Еще один вопрос и снова по телефону Сергей Константинович. Можете не снимать наушники. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры, и ваш вопрос. в чем он заключается? Меня зовут Иван, я с Казаклией. Здравствуйте. Вот такой вопрос Сергей Константинович. Жители села Казаклия при выходе на пенсию вкладываются следующие проблемы. За период 2008-2014 не засчитывается их страховой стаж. Хотя налоги все удержаны, имеются документы. Национальная касса говорит, потому что не засчитывается, потому что не уплочен взрослые социальные страхования. Я тоже столкнулся с такой проблемой. Обращался различные органы. Но, к сожалению, нигде не получил поддержки. Хотя выдвигал там свои идеи, чтобы депутаты там выступили, законодатели инициативы не захотели. Я знаю, что Народное собрание обладает таким правом. Поэтому прошу попросить внимание на это. Хорошо, спасибо. Спасибо. На ваш вопрос могу ответить таким образом, что социальное страхование, фонд социального страхования, он регламентируется и управляется Министерством финансов Республикой Молдова, то есть Кишиневом. Не Гагаузии. Гагаузии они формируют, то есть мы выплачиваем, удерживаем у своих работников, ну и везде люди оплачивают в социальный фонд Республику Молдова. Можно выйти законодательной инициативой, но надо просматривать вообще насколько это перспективно. Потому что если не засчитывается стаж тем людям, вероятнее всего там, где они работали, видимо, они оформляли зарплаты и, соответственно, не было выплат. Да, вот поэтому возможно проблема. Еще, что называется такой вот вдогонку этому вопросу, почему вы везде сокращаете и не разрешаете работать пенсионером, а сами выбрали Константинова, ведь он тоже на пенсии, а не даете дорогу молодым. Если есть что сказать, ну, сказать может быть даже нечего, но по большому счету, как вам сказать, то есть тут не было выбрать Константинова. Да, есть группа наших коллег, которые хотели его поддержать, и мы собрались вокруг идеи. В большей степени наши коллеги, с кем мы работали раньше, вот, которые уже были не один раз депутатами народного собрания, и, собственно говоря, поэтому мы вокруг этой фигуры, мы как бы собрались. Но тут в большей степени я хочу сказать, что это не только законодательный орган, это политический орган, поэтому мне кажется, возраст, политика, даже в 69 лет, это не самое плохое в этом случае, главное, чтобы было здоровье как у Константина, так и у других, у других, и чтобы был характер, была позиция жесткая, да, и понимание того, что мы делаем, для того, чтобы все-таки наши решения имели успех. Вопрос на почте, депутат Сергей Чемпоеш, наконец-то вы смогли избрать председателя, и видно, что принялись вроде серьезно за работу, но не кажется ли вам, что это ненадолго? Знаю, что ваши оппоненты вынашивают планы сместить всех ваших и стать на их места. Вы допустите это? Вопрос от жителя Чукмайдана. Ну, чтобы допустить, всегда в любом вопросе, я не смогу, у меня не 10 рук и одна рука только, при голосовании. Возможно, любые сценарии, я тоже наслышан о том, что попытки будут там навязать, изменить, повторюсь, коллеги, социалисты, там, группа Петрова, там, еще группа приверженцев Башканной Гагузии, там, некоторые ходят с обидой. Мне кажется, что не нужно рассматривать развязывание конфликта внутри, поскольку Гагузия находится в очень сильном упадке за последние 6-7 лет. По всем вопросам, по политическим вопросам, по экономическим вопросам, нам нужно сконцентрироваться вокруг этих вопросов, да, нам нужно сконцентрироваться в рамках рабочей группы, поднимать, с Кишиневым в повестке дня ставить вопросы разграничения полномочий, участие во всех процессах Гагаузии, здесь наводить порядок по части контроля расходования денег, требовать исполнительного комитета. Вот, мне кажется, нужно сфокусироваться вокруг этих вопросов, вокруг изменения законодательства, там, кодекса, изменения уложений, которые нам актуальны и необходимы в нашей жизни. А развязывать борьбу внутри себя, я вижу ее бессмысленной, потому что это будет работать в ущерб интересам Гагаузии. Повторюсь, есть возможность работать каждому из них на оплачиваемой должности. Если кто хочет этого, пожалуйста, приходите, говорите на открытой основе, как я это всегда делал и делаю. Я думаю, что мы найдем договоренность, поэтому двери открыты для них. А уже 1 марта состоится первое заседание Народного собрания Гагаузии, такое рабочее, конструктивное, возможно, он пройдет именно в такой атмосфере. Вопрос о составе исполкома Гагаузии также включен в повестку дня. Сергей Константинович, вы как будете голосовать? За персональный состав или за поименный? Вернее, про персональный и групповый? Я в любом случае буду голосовать и буду наставить на том, чтобы мы в первую очередь утвердили структуру, то есть сузили количество управлений. Вместо 15 и оставили примерно половину. Уменьшили состав, чтобы вместо численности примерно хотя бы наполовину, для того, чтобы сэкономить несколько десятков миллионов леев. Я на этом буду настаивать. Я буду настаивать на том, что персонально мы рассматриваем, независимо от того, что даже были какие-то судебные решения в пользу исполнительного комитета, что мы, извините, кучи должны их утверждать. Обратите внимание по части утверждения исполнительного комитета, что господин Деревенко, который был у нас по юстиции, он предлагается в качестве начальника управления финансов. Но какой с него финансист, если он понятия в этом не имеет. Абсолютно очевидным, что госпожа Дойчева, Татьяна Михайловна, которая до сих пор была, она понимает сложность ситуации, она понимает, что она наделала, натворила за эти годы, и вероятнее всего, боится дальше брать на себя ответственность, и вот эта шапка в виде деревенка будет ставиться для того, чтобы фактически будет работать Дойчева, а он будет числиться неким руководителем. Вы же понимаете, это же не выйти просто на барабане, там постучать. Управлением финансов в Гагузе, управлять всем бюджетом, миллиардом, миллиард сто. Человек, который абсолютно не бум-бум в этих вопросах, простите. Нельзя так подходить. Там есть и по другим специалистам, по части даже строительства тоже человек, может быть, я против человека не имею, но он не обладает абсолютно знаниями. Нам нужно ставить людей, это же руководители целых управлений, людей, опытных, профессионалов. А здесь напрашивается, что, либо у нее нету людей, либо они хотят работать, либо это все делается для того, чтобы, к примеру, того же деревенка не утвердят, будет исполнять обязанности долгое время. Вот именно вот такое наплевательское отношение подхода стороны Башкана уже довели ситуацию в Гагузе до краха. Вместо того, чтобы приходить, разговаривать с депутатами Народного Собрания, обсуждать что-то, она игнорирует. Вот, даже структуры сформировались, председатель Народного Собрания, комиссия, она ни разу даже не поговорила ни с кем, не поздравила, то есть, она себя считает, извините, выше других людей. И в этом проблема... Я очень не люблю такого диалога, когда о ком-то мы говорим, человека нет, а мы говорим. Так приглашайте меня, приглашайте ее, приглашайте со мной, я готов с ней дискутировать. Я ее приглашал раньше, и у вас, она говорит, на другие площадки, она не приходит. Давайте послушаем вопрос нашего собеседника, и это будет, скорее всего, заключительный вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Будьте добры, представьтесь. Здравствуйте. Я житель Гайдара. Слушаем вас. Я хочу задать вопрос. Вот когда приближаются выборы, все кандидаты ходят по округу. Все нам обещают, обещают, обещают пенсионерам, то еще. А сейчас даже уже приближается апрель, неизвестно, сколько процентов нам будет инвестрация. Спасибо. за ваш вопрос. Ну, опять-то, скорее всего, компетенция, конечно, Кишинева, но, тем не менее, поддержка со стороны региональных властей. Региональная власть, я хочу женщинам сказать и другим нашим телерадиозрителям, слушателям, о том, что это все компетенция исполнительной власти. Деньгами управляет везде правительство, здесь исполнительная власть. Депутаты народного собрания не управляют. В компетенции депутатов народного собрания есть распределение только резервного фонда, который начисляется, и числяется где-то примерно 2,3 миллиона на все народное собрание, на все населенные пункты. И каждый у себя депутат, сколько там, 70, 60 тысяч, если в течение года распределяете деньги, согласовывая там с соцработниками, с примаром или еще с кем-то. По части вот ее вопросы могу сказать, что вот такая ситуация у нас сегодня. Я не могу сказать за других кандидатов, кто обещал. Я не давал каких-то обещаний, которые не выполнен, ни сейчас, ни ранее. Я всегда обещал, что я буду достойно представлять интересы не только своего населенного пункта, Иссея и Гагузи. Это, собственно, и делают. Также прошу, чтобы мои коллеги именно придерживались этих принципов праведливости и честности. Как вы распределили резервный фонд, который был запланирован для села Тамай? Я всегда, всегда, сколько вот уже четвертого слова, всегда распределяю, значит, выхожу на социального работника и прошу списки наиболее, значит, уязвимых людей. Инвалидов первой группы, которые особо нуждаются. Именно исходят изнизу. Я людей многих не знаю. Мне предоставляют эти списки, я выбираю наиболее сложных людей и даю ходатайство на распределение тех или иных денег в течение года. Вы сами подходите, получается, к выбору этих, этого списка людей? Я... Или вы с кем-то согласовываете, кроме как социальным ассистентом? Я направляю социальному работнику, спрашиваю в отношении того, чтобы они мне давали приоритетность. И она пишет в приоритетном порядке. Я говорю, пример, вот есть сейчас возможность примерно 20 тысяч ли распределить. Пример, по 1000 ли на человека. Дайте мне приоритетных людей 20 человек наиболее уязвимых. Она, конечно, дает, потом отслеживает, что кто-то получил, потом кто следующий. То есть, это же, они же занимаются этой деятельностью. Вот по такому принципу. На развитие села, на развитие и поддержка дошкольных учреждений, учебных заведений. Послушайте, пожалуйста, 70 тысяч ли в год резервный фонд. Это смешно, это небольшие деньги. Это не повлияет на то, чтобы направлять на социальные какие-то проекты. Нужно. Я поняла. Сергей Константинович, спасибо за диалог конструктивный и интересный. Сегодня гостем нашей студии был Сергей Чипаеш, депутат Народного собрания КГОЗИ от села Тамай. Благодарю вас и, безусловно, огромное спасибо нашим слушателям и зрителям за вашу активность. Берегите себя и тех, кто рядом. Редактор субтитров А.Семкин